Всем привет! Сегодня у нас новое видео по ETS2. Сегодня у нас обзор мода для ETS2. Мод абсолютно бесплатный. Это мод на Scania 5 серии от Shumi. Ссылка на мод будет как обычно в описании. Данная модификация добавляет всю модельную линейку грузовиков Scania, начиная от Pony, заканчивая самой топовой комплектацией Scania Streamline Topline. Ну а сейчас давайте посмотрим на тюнинг данных грузовиков. Предлагаю сразу посмотреть на самую маленькую, на Scania Pony. Вот такая вот она совсем маленькая. Есть у нас большая кабина. Все те же шасси, как и на других грузовиках. Ну единственное, да, у нас нет шасси 8х4 для негабаритных перевозок, потому что здесь у нас более слабые двигатели, самые мощные на 420 лошадиных сил. Коробки все одинаковые. Что касаемо салона. Салон был здесь переделан, как вы видите. Добавлен салон с механической коробкой передач, но если честно, как-то ручка сделана так себе. Но есть у нас и вариант с автоматической коробкой передач. Также есть английский вариант, есть эксклюзивный вариант. И в принципе все. По сути два типа салона так и осталось. Вот. Что у нас далее. По покраскам здесь все обычно, все стандартно. Есть вот эти вот грифы на различные. По тюнингу более подробно мы будем смотреть уже на более старших моделях. Но в принципе здесь все абсолютно унифицировано с другими моделями. Те же козырьки, те же спойлеры, те же решетки радиатора и так далее. Поэтому сейчас давайте мы перейдем к более старшей версии Scania. Давайте будем тюнинговать мы 2009 года. Еще с такими вот дефлекторами. Так, ну давайте смотреть. Здесь у нас уже три типа кабины. Обычно Highline и Topline. Ну давайте возьмем Topline. По шасси у нас есть также 8х4х4. Ну и все остальные стандартные шасси мы берем 4х2 как обычно. Двигатель здесь уже есть. У нас даже 730 двигатель V8. Ну в принципе все вот стандартные двигатели. На 500 V8, 480, 440. Но мы давайте возьмем 500. По коробкам здесь в принципе все довольно таки обычно. Ничего такого сверхъестественного. Давайте возьмем какую-нибудь обычную коробку. И здесь выберем... Ну давайте возьмем с механикой и посмотрим как оно анимировано или нет. Что касаемо здесь. У нас да, есть всякие гриффины. Давайте возьмем вот такой вот вариант. Можно изменять цвет. Но мы наверное этого делать не будем. Оставим обычную раскраску. Давайте смотреть дальше. Дальше у нас тут идут спойлеры. Заводской вариант. Заводской новый. Он немного скошенный. И без резинок вот этих. Ну давайте старый вариант возьмем. Дальше здесь у нас вот этот вот элемент. Тоже под краску или под пластик. Дальше здесь тоже можно выбрать под пластик. Ну я не знаю на самом деле. Давайте может возьмем и под пластик все-таки. Так, смотрим дальше. Дальше у нас бампер можно выбрать. Низкий. Высокий в краску. Низкий в краску. Есть у нас вот такой вот вариант строительный. И вот такой вот вариант. Ну мы давайте возьмем низкий пластик. Здесь идут брызговики. Здесь идут как со всеми модами. Такие вот рамки для номеров от шуми. Ну можно поставить на самом деле скандинскую вот такую вот рамку. Дальше здесь можно было бы наклейки. Но это надо ставить дополнительный мод. Здесь у нас радар ставится. Здесь такие вот стробоскопы ставятся. Дальше здесь идут кенгурятники абсолютно стандартные. Здесь вот такие вот трубы. Не особо уместные. Здесь логотипы. Далее. Здесь у нас можно поставить различные решетки. Радиаторы. Темные, светлые. Можно под краску поставить. Или вот такие вот варианты. Ну на самом деле можно поставить либо такой темный. Да. Ну давайте вот такой вот темный вариант поставим. Почему бы и нет. Что касаемо фар. У нас есть вот такие вот. И якобы V8. Они не сильно отличаются. Это с дирелками. Ну давайте вот такой вот вариант возьмем. И потом уже посмотрим как это будет выглядеть. Тут мы в принципе все посмотрели. Защита от камней. Так. Это уже в салоне. Очень много здесь у нас различных вариантов козырьков. Ну давайте вот такой вот вариант возьмем. Здесь ставится зеркало. Есть флаги. Дальше сбоку давайте посмотрим, что у нас тут можно поставить. Здесь у нас идут зеркала. Можно под краску поставить. Здесь идут вот эти хромированные элементы. Скания. Не будем мы ставить. И здесь можно либо под пластик, либо под краску. Ну можно на самом деле даже сделать. Давайте будет под краску. И здесь давайте под пластик возьмем. Далее ручки. Все обычные. И здесь тоже вот эти вот элементы со скания тюнинг пака. Здесь у нас можно менять различные комбинации баков топливных. Аккумуляторов и так далее. Можно поставить черные баки. Дальше здесь у нас ставится. Так как это у нас не ставится. Можно под краску поставить. Защиту. Или под пластик. Но это идет именно для этого типа баков. Если мы ставим к примеру вот такие. То у нас идут уже полноразмерные вот такие вот юбки. Вот так вот это выглядит. Ну давайте мы наверное оставим все таки какие нибудь баки. И давайте смотреть дальше. Здесь можно под пластик. Здесь у нас скошенные варианты. Обычные. Соответственно такие же под краску. Дальше у нас идет опять же все вот эти номерные знаки. Дальше брызговики. Здесь противооткатные башмаки. Варианты бамперов те же из Канья Тюнинг Пака. Настилы. Трубы. И здесь комбинации различных проводов. Что у нас тут еще. В принципе здесь по тюнингу у нас все. Но сейчас перемещаемся в салон. Смотрим что у нас по салону. Навигация. Несколько вариантов 4D. Эксклюзив под дерево можно такой взять. Давайте возьмем. Далее защита. Здесь все эти светящиеся элементы остались. Здесь соответственно тоже висящие предметы в салон. Зеркало у нас тут видно. Дальше идут шторки. Плюс добавлены свои с надписью скания. Можно поставить на самом деле какую-нибудь. Давайте вот такую поставим. Здесь у нас добавлены свои вот эти вот висящие предметы в салон. Можно повесить. Или логотип скания даже подвесить. Дальше идут полки. Я так понимаю что это тоже скания тюнинг пак. Тоже на них что-то можно положить или поставить. Давайте модельку поставим. Здесь тоже различные таблички и так далее. Здесь заглушка. Или поставить магнитолу. Можно. Тут у нас можно тоже положить что-нибудь. Здесь. Здесь. Сидение у нас не меняется. Далее здесь идет подушка. На спалку можно как обычно тоже что-то положить. Какие-то перчатки, блокнот или майку например. И здесь логотипы все эти тоже. Дальше. Здесь идет у нас рация. Здесь можно выбрать какой-то хограф. Вы хотите. Да и в принципе все. По тюнингу у нас все. Ну а сейчас давайте посмотрим на этот грузовик, который у нас получился. Выглядит конечно моделька довольно симпатично. Баки сделаны тоже качественно. Ну и в целом модель довольно таки приятная. Давайте в принципе заведемся. Ну и здесь у нас наверное самая главная фишка данного мода. Это обновленная приборка на скане. Можно полистать. Тут у нас все абсолютно анимировано. Очень похоже на реальную приборку. И вообще сделано очень классно. Вот такая вот подсветка. В целом у нас даже эти колодцы по-моему переделаны. Вот так вот это все выглядит. Магнитол у нас тоже светится. Здесь у нас рация включается. Здесь тахограф тоже. Причем на тахографе у нас время показывается даже правильно. Вот так. Сейчас посмотрим будет ли еще что-то он показывать. Дальше. Вот так вот у нас светят фары. Противотуманки у нас тоже включаются. Ну выглядит на самом деле очень даже и неплохо. У нас даже в козырике дальний свет еще есть. Ну а сейчас давайте снимемся с ручника. И немного прокатимся на данном козырике. Что касаемо сцепки с... Что касаемо сцепки с прицепом. Я сейчас даже не зацеплял прицеп. Потому что я уже делал видео. Рейс на данном козырике. Мы приехали по карте Алтая. Если кому-то интересно, то можете прийти на канал и посмотреть. И там грузовик себя показал очень даже неплохо. В целом по звукам сложно на самом деле сказать. Но скорее всего это абсолютно дефолтные звуки. Здесь вряд ли что-то изменялось. Вот такой вот грузовик. Если кому-то интересно, то можете перейти в описание и скачать данный грузовик. Он абсолютно бесплатный. На сегодня у меня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи. Всем пока.